мы когда пишем уже пишем уже пишем ну погнали погнали чуваки все что вы сейчас услышите это только наша фантазия выдуманная из наших голов и все ни одной реальной истории на этом подкасте нет наркотики зло и оу салют народ с вами хуй май вы на подкасте кто ты и этот подкаст я сделал для того чтобы приглашать разных людей и узнавать кто они такие сегодня у меня влад кай все для тех кто влада уже знает можешь кинуть шараут своим чувакам фанатам кто есть я усоп чобой кай но мы здесь сегодня пришли побездить про рэп а для тех кто влада не знает можешь представиться вообще кто ты такой чем занимаешься я делаю музыку я рэпер мы сделаем тут дерьмо с нами sick boys это мое объединение шараут всем sick boys владос мне очень интересно как так получилось что ты вообще пришел в музыку с чего ты начинал сколько тебе было лет добро музыки на самом деле давненько но плане типа мы где-то 16 17 готов поздних начинали все это с другом у нас было студийка прям такая дешевенькая ну плане микро там за 7000 там понял я немного волнуюсь потому что это моя первая так сказать вьюха такая серьезная съемочка еще тут три камеры я себя также первый раз чувствовал когда мы снимали с богданом так вы начинали с далеких 16 и 17 года это прям начало начало было такое типа там были такие у нас немного кринжовые песенки на биты кстати мы искали биты просто в пабликах вк типа я просто сидел вот так вот типа листал там где были просто жирные басы 808 я что такое брал себе знаешь ну и более лирики тем типа там я для себя именно делал мне больше нравилось лирику делать не знаю почему но я такой вот прям душевный бой был типа бля не оху знаю типа про девочек про любовь типа про вот эту вот всю грустную хуйню ну и собственно чё я сделал альбомчик мой первый альбом в восемнадцатом был дробно такой серьезный типа он назывался вот как мальчик с холодным сердцем короче там самые прикольные треки были типа вот я даже вот хочу сказать то что это вон мой любимый альбом типа сей день из выпущенных потому что там вот реально душа была типа там был малой чувак во мне сидел типа и плакал просто о том что его за ебало типа планетам очень жесткие треки вот просто может даже поставить 6 таблеток типа просто отрывай кэта пизда ну там а сколько вам было лет когда вы начинали мне было ну пусть на свободу мне было 17 лет когда дробь ну вот первый релизик то я рыл под тебя вчера сидел вообще что-то делал как ему зло было и вы двигались по радио как вообще попали это угарная меня кореш просто звал короче на радио кицы фантом что такое типа лайк лаимши мы пришли туда просто тебя как-то анонсировать и бы промоутировать что ли типа и я там еще такую хуйню смешную говорю типа йо чуваки это влад кайти помой релиз коры там всякое такое непонятно выебистом милки моя программа милки шоу у меня в гостях видеоблогеры тимур сорокин и влад кай всем здорово привет сходка седьмого мая как давно вы занимаетесь музыкой вопрос от насти будкевич салют а музыкой занимаемся меньше года прям вот я типа знаешь у меня тогда и было представление о мире такое что я там вообще ну ебанутый типа артист плане мне должны все хуйся сзади у меня было такое типа поэтому я так себя вел это конечно угарчик ну и собственно чё это радио нихуя мне не дало типа это просто угар то что в ютюбе засветился через эту хуйню так у нас особо типа как мы двигались мы просто выкладывали soundcloud там всякие треки понял века просто я даже дропал иногда типа треки не на площадке просто века дропу ну и так у меня типа вот какие-то слушатели образовывались не прикольно как вообще ощущение от прихода первых людей там которые дают фидбэк какой-то по было клево было клево знаешь первые ваши фанаты у меня с блог с блогерской хуни появились типа я еще в детстве там был малым типа снимал видосы с корешем ну и собственно от этого появились первые типа подписчицы на вот фанатки такие понял маленькие девочки которые постоянно мне там строчили меня это жестко заебывал но я уже понимал типа то что это типа у меня будет такая хуйня уже привык типа к поэтому хочу поговорить про твои этапы взросления в карьере как и себя ощущают после долгих лет работы как вообще как вообще дела мы вот с пацанами делом музыку просто на студике типа зависаем растем у меня все поменялось кардинально в плане музыкального вкус там вообще на тот момент мне нравились такие вот лиричные песенки там петь под новые беточки вот эти вот 808 новая типа вот например к не там какой-нибудь на меня очень и повлиял поэтому я там собственно такую музыку делал знаешь альбом 808 хабрик охуенный альбом послушай брат это типа там топовая музыка которая нужна была в то время и меня на меня она спасала на тот момент и из этого всего у меня перетекала в новый жанр ну как новый жанр я всегда типа что-то стильно пытался делать что-то новое типа для себя открывать там на данный момент я вот типа делаю что-то новое действительно типа это трэпчик который вот вообще типа мало кто в россии вообще делает что-то андеграундское прикольным узлом мне кажется типа очень мало таких артистов они в основном все на слуху вот кто прикольно что-то делал ну типа токсистом какой-нибудь да типа это свежо пиздец токсис 52 мало типа развиваю типа ну и собственно к чему это сейчас новый звук новый звук знаешь я еще очень много типа музыки слушаю для того чтобы типа вообще делать музыку и очень много всяких артистов типа вот всякие именно андеграундские я могу показать типа расскажу типа несколько выделил типов вот сам прикольно мне понравилось 805 с ланчбокс охуенно делает ну короче да топчик кто там еще не раз и дом колео ебанутый тип вот эти выделите почков знаешь типа вот хочется что-то новое просто делать и все просто хочется делать телек атмосфера именно самой записи музыки отличается сейчас ну то есть тогда было намного круче чем сейчас записывать или нет знаешь у меня всегда я всегда дружил как будто с микрофоном плане типа вот на студии мне всегда была вся как дома всегда ощущал себя и атмосфера как но она не менялась особо я всегда накурился типа и записывать как ты уже артист давно уже которые это все делает ты уже знаешь какое тебе вайт нужен какое состояние ты подбираешь 100 я у тебя хочу спросить мы уже давно знакомы с тобой и ты выпускал много музыки достаточно и ты куда-то пропал последние года хотелось бы узнать что случилось какое у тебя состояние сейчас да это на самом деле забавно в плане я очень на долгое время просто выпал из мира музыки из соц сетей ваще типа и ну это все из-за депрессухи своей которую я придумал сам себе на самом деле там много что повлияло типа этом всякие блять предательство блять баба хуёво попалась который сердце разбило знаешь это хуня типа она у всех и через эти чувства вот как на надо проходить еще и типа выпускать что-то у тебя такой типа прессинг то что типа ты артист по сути ты должен что-то делать и вот это все на меня давило и поэтому я вообще в тень жесткую ушел в плане вот там до дайности тварь блять ну понял а сейчас как-то начинаю все это выращивать типа паза по-новому скоро выходит вот рычки собственно и охуенно вьюху вот я могу об этом хотя бы сказать и вот так напрямую блять как душу вот просто эти вот показывать ну типа like that то есть сейчас ты собираешься заново полностью я это новый кайфмэн новый кайф но это будет кайф все еще это будет влад кай это был влад кай разделенный никнейм я решил соединить просто мне нравится так ну как будто более стильно тип того а ты успел кстати ухватить себе все никнеймы везде пока не заняли потому что ну блять успел в инстаграме блять охуенно никнейм все сделать потому что чуваки там я видел какой-то еще к есть плюс к angel и много всяких кайф ну блять они все после меня в любом случае а куда пропал то добра я дома чилил травку курил реально типа все что я делал ватка я вообще на такой домашний тип ты бро на самом деле и выхожу куда-то редко но это я как бы себя в это состояние привожу типа обновляюсь и потом просто выхожу и раздаю пизды всем а давно ты стал домашним да будут вообще чистый бро всегда был таким эконом типа понял посидеть чисто в до . ну да типа вот да 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 ты же играешь в доту добро я вообще люблю доту даже не следил за интернешнл вот этих нет ну типа вообще за новый дота ничего не следила просто играю меня тупо могу узнаешь типа даже в turbo катки играть нет для себя это рейтинг даже не катать чисто вот время так убить приятно типа вот у тебя огромный бэкграунд но за все эти года сколько бы ты не старался ты еще не стрельнул прям так вот жестко что по тебе все говорили как ты сам думаешь чего не хватает мне кажется что мне просто нужно было дропать в тот момент когда этого не делал и в принципе я очень сильно много внимания уделял лейблом которые меня тоже вот наебывали которые там прилагали мне про это давай правой бы еще чуть попозже поговорить давай да ну в плане я их взаимно тоже наебал там брал бабки понял типа за аванс и просто типа их сливал там ну реально x ливан типа наш люк тип на всякую хуйню ну только не на то что нужно вот типа не на то чтобы промоутировать вложиться там в рекламу или что такое я вообще не думал об этом я такой все вот идите вот все кто хочет с моей музыкой факаза вот эти вот лейблы типа вот просто все делать из-за меня нахуй меня на все похуй вот у меня было такое мышление типа это странного ну и я не жалею особо об этом вот так вот типа пропадал и собственно возможно из-за этого никакого результата особо не давалось но и типа мы сейчас делаем это дерьмо но ты такой укип укип голы рок-стар-лайф я взяла бантик потратил на шлюшку и забил чистый болтик такой забил болтик в шлюшку и а какое у тебя сейчас внутреннее состояние знаешь бро типа нос намного стабильнее стала в плане я перестал переживать о многом когда вообще просто начал думать обо всем типа знаешь в плане наркотики созвон наркотики тоже плохо штуки которые меня этого сознания на меня повлияли возможно как-то и типа на людей как будто стала чуть-чуть смотреть бро по-другому в плане типа в принципе жить когда ты чуть ли не умираешь короче вчера на следующий день типа все таки такие эмоции вообще и моменты в жизни заставляют тебя вообще по-другому думать и страх смерти всегда был у меня поэтому этом мог как-то не постоянно себя вести мог там на эмоции как-то налагаться типа вот уходить куда-то там плакать о чем-то блять момента море просто у типа знаешь думай помни о смерти и нахуй все вот это дерьмо она тебя вообще не достойно ты должен просто себя делать и похуй вообще должно быть на все дерьмо которое происходит вокруг тебя были кто-то о тех думает или говорить о тебе это ебет успокойся мэн типа знаешь вот говори себе карпидим карпидим лови момент бро поэтому я очень рад то что у тебя сейчас твое состояние больше пришло в норму что ты готов готов разъебывать готов выпускать сам главное что у тебя есть материал довольно стоящий который прям уже должен выходить и ты уже должен ебать площадке чтобы у тебя все было хорошо это рок-стар нет реально это по это самый рок-стар подкаст но я думал знаешь как ты придешь на кожанке такой с плечиками вот как у дракулы в очках сядешь на черном такой ну да бро как бы наркотики были в моей жизни но я уже прошел весь этот этап дайности зайти про все дела все примерно так она какой-то музыки роз и кем вдохновлялся вообще вот к не скажу вот точно типа этот чувак 2000 каком девятом треке услышал amazing по моему типа чувак мне просто чел показал с телефона этот трек там даже басов не было блять на этом телефоне я даже не понимал все приколы мне тоже и жестко зашло сразу типа я понял то что это что-то рядом с рэпом и рядом с попсой что-то такое лиричное крутое к не дальше ты говоришь за все время исполнителей ну вообще вот кто тебя вдохновлял вот почему ты стал заниматься музыкой вообще вот что вот тебя привело ну бро ну этот типа basic такие штуки типа именно там 50 к это сто процентов просто у меня было на сиди диске это хуйня и я ее крутил 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 я сразу подумал то что типа именно и 50 кота вот ребята вот которые сто пудов нету никого пиже чем они типа вот таких ребят на службе я сразу просек ходил мне нравилось очень сильно вот они мне кажется вот они меня как-то на музыкальный путь сподвигли что вот я думаю что мы дали топ-3 в принципе поэтому это самый кайф а сколько тебе лет было когда ты начинал вообще вот к музыке притрагиваться сколько тебе вообще сейчас лет сейчас мне 23 но он в 17 17 лет и лет я все это начинал то есть в 2009 ты услышал к не или или в каком-то году да да даже в 2009 где-то где-то недели отгода это вообще свой да такой честно ниггерский рэповый рэп я и по сей день могу этот трек включить вообще любой трек из этого альбома типа вдохновляет то творчество которое слушал в детстве сейчас ну как вдохновляет ну плане я могу там послушать именема включить там ноту фрейд конечно это такой большой трек тип у тебя очень крутой голос вадик это еще давным-давно говорил что у тебя талант и ты подтянул еще нашего братишку ли вейта если бы если бы не ты я думаю что диманович не стал бы музыкой занимать реально так думаешь я думаю что да я даже помню вот мы с ним встретились первый раз на отнюхе нашего общего друга да не и я его встретил он там меня спросил отчетом как музыку делать и почеты делаешь игру типа вот бриллиант медиа и студия типа туда гонять он поехал бля и все так ты его еще и на бриллиант подтянул ну по сути может так сказать да нифига так у них вся вот работа с андрюшкой и по сути я и познакомил может так сказать буквально типа и вообще загорелись вместе работать то есть ты прародитель родители некоторых людей вот я хочу у тебя узнать про татухи и про вообще в целом твой образ который сейчас есть расскажи что вообще как татухи добра эти воском во сколько лет набил первую вот мне интересно короче бро у меня есть татухи колхард это моя первая татуха была и набил 18 вот тоже она связана типа с моим персонажем каем которого я играл как раз таки в школе играл короче на спектакле кая на английском меня поставили меня так все короче мы одноклассники начали типа говорить кай кай платкой и на этом фоне все вот так вот разрасталась и в принципе мне это медийка никак не было интересно до того момента как пока типа это все само не а носка будто все самого так шло знаешь типа никнейм получился сразу музыка какая-то пошла что значит что-то начал делать плане строить этого персонажа в реале знаешь как что такое вот этот персонаж и мнение навязанное то которое я сам этого к я не придумал все это придумали за меня вот эти вот на классике те же вот все вот учителя которые куда-то хуйню сидели в общем образ создавался сам по себе и не хотелось в принципе не быть не хотелось быть образом хотелось быть собой просто и при этом вот вот эта вся история про кая она как бы давала какой-то знаешь типа не знаю типа свой какой-то этому типу то что я вот кай мальчик с холодным сердцем и туда и сюда ну да то есть какой у вас был бы никнейм если бы вам его придумали одноклассники ну да кстати ел чуваки я очень хочу привнести что-то необычное в этот подкаст и у меня есть вот такая замечательная клавишница можете как моргену так мне лень мне лень на ней делать если ты и и конечно выиграешь условия чтобы выиграть это замечательную акаю будут таковы ты должен будешь написать в комментарии какой у тебя был бы никнейм рэп никнейм если тебе бы его придумали одноклассники так у влада владос так как ты музыкой занимаешься уже довольно давно хочу узнать вообще зарабатывал ли чего-нибудь с релизов или до сих пор не смог да ну я вот и говорил про аванс и типа максимум что я брал типа с музыки это самое большое количество бабок это аванс так особо знаешь мне единственное что капает это с первого моего альбика который про который рассказал как раз кемальчик холодным сердцем мне там копейка чисто капает но и типа норм в квартал просто 50 рублей и самый большой бабки как я сказал типа в авансах были вот я даже наебал один лейбл который меня же и наебал собственно который мне пообещал много всяких приколов в том плане что они начнут мной заниматься там не мне пообещали всю эту хуйню и я верил во все это изо дня в день там заходил знаешь проверял почту не написали они мне типа когда уже работа какая-то начнется но и типа этот же лейбл я просто взял у них аванс и я выпустил альбом и типа все я забил хуй они там хотели со мной работать в общем что же что за релиз и какой вот это релиз был лаба за драк что-то такая хуйня дожди по моему этом альбом назывался мальчик с колонным сердцем 2 что такое что-то такое а он вышел да но там знаешь чем я наебал вот во-первых я типа выпустил я взял аванс и выпустил эти треки я не за один бит не заплатил то есть я просто взял с ютюба биты и типа выложил это и они потом сами возможно я как-то понасрал лейблу то есть через это но некоторые треки заблокированы были потому что у меня не было прав на биты какой был аванс и вообще какой самый большой был аванс самый большой но это это вообще такие маленькие цифры но сам большой лямбл ни хрена себе я давали по трекам ну типа за трек там тысяч по блять 150 по 200 там давали максимум эту хуйня типа конечно но в любом случае типа сам факт того что эти треки они все равно где-то там пизде давай немного расскажем нашим ребятам кто здесь находится и смотрят не говоря этот подкаст аванс он берется для чего и как он потом возвращается аванс берется блин просто для того чтобы ты как-то эти треки пушил наверно чтобы сам там как-то рекламировал это там против блогерам там не знаю чтобы они те там stories выставили да это конечно такая злоба это не так все но мне кажется то что аванс вообще тупо брать потому что те держи сто пудов его надо будет как-то закрыть то есть ну ты берешь аванс выпускаешь музло ты должен типа продать музыки настолько же бабушка ты взял в общем это прикольно для артиста у которого нет бабок то типа взять бабок типа является треков каких-то там летела и был дал там ну потом все вот эти вот реки который ты выпустишь тебя будет ли был просто жопу ебать ну типа ничего ничего не давать этими треками делать не выступать просто потому что типа ты на крючке как это надо ты как нулевой артист который не отработал грубо говоря и зачем тебе вообще эти треки и они грубо говоря только отбивают ну да типы типы просто не шарит вот берут аванс типа и потом слайбами из их музыкой происходит пиздец с этим я не сталкивался ну в плане у меня это особо трек так сильно не стрелял чтобы я за него так сильно поднялся типы на этом проебывают очень много очень интересная водос про концерты узнаете и про клуб шоу сколько раз выходил на сцену вообще насколько уверенно себя чувствуешь там приходят ли твои фанаты которые есть и чё как вообще про короче 30 числа уже скоро я не знаю выйдет ли этот подкаст раньше но долго прикольно короче 30 числа у нас большой клуб шоу то выступает рил пил ян скат и платкой то есть приходите все про клуб шоу ну у нас последнее время было довольно таки много клуб шоу вот в плане последнее время мы разогреваем артистов типа там были на разогреве буши до этого friendly тага был очень большой open air типом там было не особо много наших фанатов ну только те вот которых мы анонсировали stories там приходим некоторые так было очень много типа типов которые ну как-то позитивно реагировали на нашим узлов на него типа мы отличаемся от этого friendly тага который то выступает ли от других артистов и они есть типки которые такие ебать ну короче энергии понял на тебя еще смотрят вот такие типы рад такие типов для приятно выступать на самом деле типа ты видишь эту энергию вот какие еще были клуб шоу сейчас вспомню вот был какой-то в каком-то клубе есть у меня есть stories где я просто вышел в толпу и вся толпа по два бокала мы начинаем прыгать после разъебываться вот это был крутой момент а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 два вот эти ребята weekend узи ну вот это вот эпоха да вот выкинули лузи горд трэвис скотт все они все они вот это вся движуха мне очень нравилось это каждый 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 любой для чего это слушал а сейчас новая музыка конечно много другое но есть тоже много пиздатова а почему сейчас я очень много вижу комментариев что на западе кризис в хип-хопе мне кажется что это абсолютно не так но многие большие рэперы говорят то что сейчас музыка намного хуже стала именно рэп именно у кого это слышал по-моему диди что-то такое говорил типа вот новая такая типа хуйня или фифтик это говорил короче неважно я так не скажу мне очень много нравится типа на гонских и новых артистов которые слушаю сейчас поэтому ну очень много тот же самый вот знаешь саундклауд рэпер вот эти вот я и джи вот этот артист вид блять артист идет чувак который саундклауду так вот вырос и в принципе знаешь как будто дорогу так проложил ко всем рэперам которые там не могли никак типа снова музыкой а себя показать этот чел типа реально сделал очень много типа внес в эту музыку и по сей день остается типа топ но набор у нас еще типа рэпером и причем у него такой прям андограндский крутой звук вот такое что такое типа не всегда вот сейчас привлекает ох про любовь и девушек у латкой мальчик с холодным сердцем расскажи мне про девушек любовь своей жизни за 23 года как вообще относишься может быть есть какая-нибудь половиночка на данный момент к сожалению нету никого нахожусь в поиске не но есть но нет любовь всей моей жизни но у меня в принципе не было любви всей моей жизни у меня там несколько было отношений то они все длились там по три месяца 4 максимум и это мой был вообще лимит никогда не получалось у меня на долгие на долгий срок типа с девушкой на себя типа почему почему-то вот такая хуйня что типа интерес вот так пропадает это лично и мои какие тараканы башки как будто меня также было но с этим надо справляться тем то что ты должен переживать эмоцию свою на следующий день уже ну да обдумал не бро на самом деле типа вот была любовь типа всей жизни но я я не могу типа назвать любовью просто потому что я вижу типа картинку человека я хочу ее видеть перед собой я строю там саму себя в голове него а принципы к которым девушка была типа она была без принцип на как раз таки и именно это меня заставляло типа не думать о то что сам факт того что короче ты не можешь изменить человека хотя он тебе по всем параметрам нахуй подходит поэтому я никого сейчас нету чувак потому что я вот у себя в голове идеал свой придумал и вот видимо человек не подходит под него и я очень расстраиваюсь каждый раз как мы разговаривали с богданом визуализации если ты строишь свой идеал когда-нибудь ты к нему придешь сто процентов это обязательно блять людей на планете нахуй 8 миллиардов блять конечно ну да ты один из 8 миллиардов и найти себе второго из 8 миллиардов это же вообще жесть меня одна малая наебала что она беременна от меня и я типа начал бухать курить и всякие штуки делать в соло прикинь типа в плане никогда этим не занимался типа в соло в принципе там я курю иногда один да но вот так в запой там ну или что такое короче обычно у меня таких моментов нету и тут вот эта новость которая оказалась фальшивой меня сподвигло на то что я там умирал там блять под этими всякими блять меняющими сознаниями штуками ну просто типа внутреннее состояние ну просто мрак типа это было жестко что почувствовал карате написал типа вот вот так то так то долго смотрел на это сообщение и были мысли там на плохом ну в плане были мысли там чуть уйти куда нибудь у себя короче не но это хоть но сейчас просто так легко об этом говорить на самом деле просто потому что я не не хочу это испытывать я знаю что я не на те же грабли там не попаду я буду умнее и особо перестали ебать вот такие моменты типа я меньше эмоции прикладываю к тому чтобы типа просто нахуй вести себя перед нет я меньше эмоции просто себя вкладываю короче насколько легко обладкая развести девочку на тусовке я не знаю я думаю что это просто я подойду к не скажу привет я вот к поехали суббой делаю блять кстати реально ведутся наверное ну в плане я не знаю что они там думают когда видят мой инстаграм с галкой типа и обычно типа не замечаю никаких типов лица может внутри они там не бать чувак какой-то она а какое было самое сложное расставание с девушкой вот ну вот у меня была депрессу как раз таки из-за этого я выполнен надолго вот тогда как раз перестал там узло делать там вообще себя как-то постить просто типа в себя ушел и у меня лайфстайл состоял только вот из того что я сижу в компе и грустил знаешь в плане это очень важно когда пацаны уделяют так много времени тому что убивают себя думая там что-то про телку которая с ними плохо поступило ну ты знаешь ты понял о чем в плане тебя не нужно типа из этого расстраиваться вообще тебе нужно идти дальше в зале сдачи какой-то ну да это как у нас у всех у мужиков бывает что мы после расставания сразу зал да вообще тема кстати ладно вот про любовь это конечно хорошо но какую-нибудь знаешь я бы хотел услышать такую смачную историю жизни да есть они просто похожи короче вот эти вот истории я тебе расскажу чуть менее лайтовую понял чем сам наверное я приберегу еще блять короче это кстати связано с тусовкой basement я поехал на тусовку все секунду в локс бейсмента посмотри зайди дурак быстрее а я приехал туда очень пьяный и напряжение всей тусовки я пил пил очень много пил под конец этой тусы в общем я выхожу на улицу и мне очень срочно это мне уже рассказывают мне рассказывать мой друг я мне ну очень срочно нужно выходить обратно но меня не пускает охранник короче что получается я начинай с ним пиздится жёстко я жестко начинаю писать охранником и потом просто куда сваливают с этой тусовки у меня так рука рассказывают куда я сваливаю я уже потом об этом узнаю я короче жестко пинаем до мусорскую тачку ногой вот охуячу ее, потом выходит мент, и мне по ебальнику бамс, типа, я отключаюсь, и, короче, такая картина, я в 8 утра вот так вот просыпаюсь в тот момент, когда говорю типа менту, вот так он передо мной сидит за столом, я на него какую-то хуйню кричу, типа, чувак, там мне на вас всех похуй, типа, и в какой-то момент я просыпаюсь, такой думаю, а нахуй я всю эту хуйню вообще кричу, мне нужно сейчас домой, сейчас вообще сколько время, типа, и я, короче, в какой-то момент просто просыпаюсь и говорю извините меня, пожалуйста, я выпил, я реально напился, отпустите меня, меня отпускают, ну, типа, я просто сказал эти пару слов, а меня отпускают, я там смотрю, типа, в 8 утра на часах, я где-то в чертаново нахуй домой, блядь, и, ну, такая история, короче, типа, в чем кринж в том, что, наверное, в том, что вот я пьяный попиздился с ментами, это жестко. Владос, тебя очень мало, кто знает за экраном, но я у тебя хочу спросить, какой ты вообще человек на самом деле, что тебя, тобой движет? Мне кажется, что я добрый тип, так мне кажется, потому что я как будто всегда, вот, мне хочется помочь вот какому-то своему корешу, там, с чем-то, и многие этим пользовались, я это вижу, прекрасно, но при этом, блядь, помогают, потому что, ну, хозе, типа, такой я чувак. У меня пиздец, какая, какой стояк на музыку, ну, в плане, я прям каждый день живу этим, можно сказать. Мой лайстайл убит тем, что я постоянно скрою биты, то есть я могу этим заниматься сколько угодно, мне это не заебет. И рвение к чему-то большему, чтобы, ну, типа, like, she got bigger, bigger than ever. Я хочу, типа, сделать какую-то worldwide штуку, я хочу, типа, своей музыкой показать, не только Рашки или СНГ, я хочу сделать это дерьмо чуть шире. Кому-то дорогу проложить тем же, блядь, музыкантам, которые круто делают. И, то есть, остаться вот хотя бы на ближайшую сотку, 200 лет, хоть у кого-то в голове. Вот, что хочу. Кроме, кроме ребенка, типа, понял. Потому что только это может тебя как-то, тебя могут помнить только благодаря этому. А ты сказал, что ты хочешь проложить путь свой не только на Россию и СНГ, но, если взять пример Моргена, который попытался уже там выпустить два фита, грубо говоря, там, с Ричдекидом и еще много ребят, и сцена его переживала и просто выплюнула. Абсолютно верно. Насколько ты вообще рассчитываешь свои шансы на успех? Знаешь, по рассказам, лейблы на Западе, они там все очень какую-то грязную штуку мутят в плане к артистам вот. Намного хуже там относятся, чем здесь там даже. Но все равно мне хочется вот какой-то хиточек такой оставить там, знаешь, который попоют на английском, потому что я очень сильно этот язык люблю, блядь. Я хочу, сука, треки на английском делать. Я думаю, в будущем я буду делать треки на английском. Что в нынешних реалиях нужно, чтобы стрельнуть артисту в СНГ? Угар. Забавный вопрос. Но я могу тебе точно ответ дать на это. Ну, как, типа, все выстреливают сейчас новые рэперы? Они там берут, скажем, какого-нибудь рэпера западного или тренд, или жанр, который не особо, типа, распространен, не особо известен. Ну, короче, качай, ты прикольный. И они берут этот жанр, ну, он неизвестен в Рашке, сто пудов должен быть, типа, и просто вот красиво наложить на это дерьмо что-то, ну, свой голос поверх, да, и, собственно, просто сделать там из себя хоть какую-то картинку, хотя это тоже необязательно. Сама суть заключается в том, что тебе просто нужно какой-то новый жанр, новый хиточек занести сюда. Показать всем то, что ты что-то новое, потому что кто бы ни делал музыку на тайбиты, блядь, Big Baby Tape, Моргенштерна, они, блядь, никогда не будут на громбище. Типа, тебе нужно что-то новое, делать, и нужно просто покопаться в музле и, блядь, дропнуть что-то такое. Ну, собственно, чем я сейчас и занимаюсь у меня. Материал, собственно, из-за этого накоплен, из-за такого музла. А тот материал, который у тебя сейчас, он не устарел еще? Ты не слышал, материал, который у меня. Или ты про этот трек? Ну, вот про этот трек, например. Сто процентов. Ты говоришь про New Jazz, конечно, он устарел. Ну, уже прошло, давай. Да, много. Я тебе скажу, это был такой анонс небольшой, бит еще не готов на это. Он будет не New Jazz. Понял. То есть, какой-то другой вектор все-таки возьмешь. Я еще слышал, я не помню, кто говорил, то, что после New Jazz должен быть джерк. Но я так и не увидел, кто у нас сделал джерк. Наверное, на Трилпил. Я тебе скажу одну хуйню. Есть один типок, который сейчас взлетит люто. Ты мой знакомый, Никит Цунами. Вот он делает джерк, и он делает это пиздец, как круто. Этот чувак, типа, взлетит скоро, отвечаю. Блин, это кайф. Это кайф, потому что джерк, исполнители, я еще, по-моему, не слышал. Может быть, реально у Трилпил. Я тебе закину его. Вот именно этот типок, он именно на джерке, знаешь, очень люто делает. Мне интересно, там же как идет то, что там, во-первых, бит не попадает. Да. И ты сам бит не попадаешь. Да, и биток сам странный, такой со стороны мелодии. Это угарит. Я бы не присваивал себя к какому-то жанру, в плане, на самом деле, я буду просто делать что-то свежее, свежие биты, и всегда буду разным. Я никогда не буду в одном стиле что-то делать. Я всегда буду делать что-то. Разные инструменталы, типа, вообще, использовали. вот сейчас мы, ты включал, получается, но это все-таки можно взять New Jazz. Можно сказать, Плюс Трилп вы делали, который вы так и не выпустили, насколько я помню. Так и есть. Ну, очень много жанров, которые ты брал, пытался их уже здесь адаптировать, но, к сожалению, что-то мы их не услышали пока. Да, это, знаешь, мои попытки, это правда, это мои попытки на таких жанрах вывести, потому что я думал, что я органичен в этом, я думал, что я типа, и в плане, возможно, это так и есть, потому что это качественная музыка, но не та музыка, с которой я бы хотел себя показывать, поэтому я ничего не дропал, то, возможно, максимум с ним паки всякие. А на Дрилл вы же снимали очень какой-то крутой клип. прикольный клип. Он есть. Какой бюджет вышел? А, он есть на площадках? Нет, нет, я могу тебе просто скинуть этот клип, но его не выкладывали. Но мы можем его вставить сюда кусочек. Можно, 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 чтобы так вообще люди понимали, кто такой вот кач, он делает. Я больше не могу ждать, мои слова словно из цитат. Моя жизнь не град, токин, мою душу грязь, она распила красивее цветка. Пипец давно говорит, эти слухи про меня, бля, естественно. В моем сердце смирь злота, я не слышу дерьма из твоего рта. Я только завернул свой пай, так что прошу, не убивай мой вайп. Я в этом аду нашел свой рай, пару слов про ганжи, это мой хайлайт. Загини, моя душ, мой станешь богат. Смотрю, твай, не нашел лекарств, вокруг хотят чего-то для себя, мне нужна к утру, голова и косяк. Я могу лететь как Гагуан, пиздишь, таз, заберу твою бабу. Kick the host, my heart, лови до паста, блядь, но веду как Хамза, Хамза, веду себя как гангстер, откуда ты, сука, ну скажешь, Шри-Ланка? Я люблю шоколадных, латино, Бразилия, как Вилли Ванка. Эти леди ведут себя крэйзи, соблюдай дистанцию, тут больными, сикбой, сикбой, Владоска, дай тебя ждать уже новой музыки, дай может быть какой-нибудь анонсик для тех, кто за тобой следит давно. Так, ну я скажу, да, окей, базар, в 23-м году в этом выйдет один трек со мной, это фит, в 24-м году будет уже релизик, мой, ну, это уже в 24-м году, мне кажется, где-то ближайшее, до лета точно релиз будет, то есть, это точно будет релиз. В этом году только один фит, и мы тебя больше не услышим сегодня. Да. Я надеюсь, что я успею дропнуть еще что-то до нового года. Я надеюсь на это. А ты бы мог выпустить эпиху, какую-нибудь чисто из старых треков, которая вошла бы... Знаешь, ты мне напомнил кое о чем, я же сделал эту эпиху, я полностью, блядь, я не то, что ее сделал, я ее переделал, знаешь, я объясню почему, я приехал к человеку, ну, к звукорежиссеру, я с идеей такой, что я хочу релиз делать. Я записываю с ним релиз, он мне полностью перебивает биты, ну, он делает это под свой лад, мне охуенно это нравится. Под какой-то момент я послушал этот весь релиз и подумал, что это слишком слабо, потому что инструментал там вообще не дотягивает. И я пошел к другому типу перебивать все это, то есть все эти пять треков под новые биты. И мне нравится этот результат, это пиздатый результат, всем понравился трек на моем уме, который не вышел, это как раз в принципе он входит в этот релиз и там пиздец, в этом треке, он правда прикольный, но знаешь, этот жанр очень похож на какой-то, я даже не знаю, как это называется, типа, знаешь, вот как скрилекс, что-то делал, что-то такое, в плане вот такой, электронный, электронный, да, хайпер-поп даже, вот что-то такое похожее, бля, я ненавижу эту хуйню, и понимаешь, это, я переслушиваю этот релиз, и мне это не нравится. Типа, я над ним столько ебался, ну, очень долго, и после этого, я просто решил, что не, выпущу его, и буду делать вот то, что мне нравится, такая хуйня. Так-то я работал все это время над музыкой, просто я решил это не дропать, мне это не нравится, это я не чувствую себя в этом, вот, я кому-то продам этот релиз, это все. Записываешь много материала, хорошего, который тебе вначале нравится, и удерживаешь его до того момента, пока он, ну, тебе просто разонравился, есть такое. Это небольшая ли проблема вообще для артистов? Сто процентов, мне кажется, многие с этим сталкиваются, ну, в плане я точно. Я могу вообще до дыр дослушать трек, заслушать, я тебе даже об этом недавно говорил, то, что я заслушиваю треки свои, и меня потом они бесят, но при этом, знаешь, когда музыка реально хорошая, когда ты пиздец как кайфуешь, и ты понимаешь, что это то, в чем ты, короче, варишься, ты на правильном пути, короче, это хороший трек, в этом случае, мне кажется, сколько ты бы его не слушал, вот как я этот последний свой трек слушаю, мне он не надоест, мне кажется, это стиль, но при этом, знаешь, я часто с собой спорю, и так получается, что я постоянно недоволен своей работой, я постоянно недоволен своим треком, хотя он там может реально хорошим быть, вот это правда моя проблема, я никак не могу успокоиться, и сказать себе, нет, это правда достойно, про то, что ты переслушиваешь до дыр трек, и он тебе уже перестает нравиться, мы когда снимали первый подкаст на монтаже, я его пересмотрел, наверное, раз 15 или 20, и он мне уже просто, ну, перестал нравиться, я уже такой, блядь, я уже не хотел, типа, что-то с ним делать дальше, просто потому что, ну, это жесть, когда ты смотришь кадры, и такой, б-б-б, вот на свое лицо, и так далее, это очень уже начинает выбешивать просто через тысячи попыток, в принципе, я тебя тут понимаю, но это и у всех творческих людей, мне кажется, происходит, те, кто делают и музыку, и видеоконтент, соглашусь, но есть только не картины, потому что картины я рисовал один раз, и все, она как бы осталась, и осталась, бро, скажи, какая твоя самая любимая из этих? Самая любимая из этих, наверное, последний джинн, бро, он похож на Сквидварда, последний джинн, со шляпкой, так все любимые, наверное, самые крутые, это глаза, которые прям я обожаю, да, это у нас мои глаза, глаза Давида, оставим их, пусть смотрят на зрителя, они прям посередине, излучают любовь, Влад Кай, в чем смысл жизни от тебя? От меня? Мне кажется, найти любимое дело, ну и просто заниматься им, найти любимую женщину, заниматься с ней любовью, ну и кайфовать от жизни, пока она у тебя есть, завтра ее может не быть. Это очень хорошее слово, достойное. Влад, а как протекало твое детство? Как ты решил связать его с музыкой? Ходил ли ты, может, в музыкальную школу? Или какие-нибудь друзья тебя на это толкнули и сказали, вов, чувак, гол? Знаешь, я ходил в школу, и помимо этого ходил в музыкальный театр, благодаря которому я там, будучи ребенком, короче, выступал на всяких типа олимпийских, блядь, Кремль, там, и так далее. И там были всякие вот артисты народные, там, Киркоровы всякие, и я с ними как-то вот в гримерках, там, туда-сюда тусил и факался типа с этим. Для меня это тоже норма была такая, и пока я во всем этом варился, будучи ребенком, у меня все равно не было мысли о том, что я там сам музыкантом каким-то буду. Я там стоял типа с сестрой Майкла Джексона, пел песню в олимпийском, и типа я такой, это лог, типа, вообще похуй. А на самом деле, а на самом деле, спустя время, вот, по-моему, с ТВ до сих пор крутят, типа, это выступление мое, я там просто стою на сцене, еще несколько детей там тоже находились, и пою песню Earth, что-то там, Майкла Джексон. Собственно, сестра тоже приехала, и у Латой Джексон, и с ней вместе мы это пели. Короче, да, не видел дерьма в этом все, типа, не было интересно особо, ну, как будто принимал за должное это. Знакомство с музыкой, не знаю, мне кажется, что вот как появился фарик какой-то, типа, блядь, захотелось, типа, вражки реально вот рэпчиком как-то себя запрозиционировать, типа, и делать вежо. Знаешь, типа, могу сказать то, что фараон, это чувак, который меня сподвиг делать рэп. Ну, да. А ты сказал про музыкальный театр, и я вспомнил, что я вчера смотрел с радио, и ты сказал, что вы, кажется, с Розенбаумом выступали на сцене. Да, 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 да. И... Я пел там на итальянском вместе с ним чувак вообще в гараже. То есть, когда ты тогда выступал, ты не чувствовал масштаб, там, олимпийского и так далее, вообще, всех этих людей и ощущения? Нет. То есть, как надо, так надо? Да что, по кайфу. Владос, у меня по жизни достаточно депрессивный чувак, который много обо всем думает, и иногда я себя ловлю на мысли о том, что о чем ты думаешь, то и происходит. И, как бы, я стал замечать такую штуку, когда ты радуешься мелочам, то тебе абсолютно становится легко жить, и у тебя восприятие абсолютно меняется в другую сторону. Есть ли у тебя такая тема? И вообще, ты достаточно загруженный ли чувак в своей голове или нет? Я тебе 100% отвечу, что мы с тобой в этом похожи, потому что я люблю себе наплетать в голову то, что я мразь, я, блядь, вообще ебан. Люблю себе говорить то, чем я на самом деле не являюсь. Люблю себя как-то унижать в голове. Не знаю, это мои демоны со мной разговаривают так, типа, мне действуют так хуево на меня. Но при этом, знаешь, очень много примеров из моих друзей, которые сами себе просто навязывают мнение о том, что с ними все заебись, и сейчас день просто заебись будет. У них так и получается в плане, типа, то, что ты думаешь, да, и говоришь, ты притягиваешь это 100%. И негатив, и позитив 100%. То есть, можно с полной уверенностью сказать, что если ты будешь просто позитивно мыслить, у тебя, блядь, жизнь пойдет. Просто притягивать, вещи, о которых ты думаешь. Вот я о дерьме и думаю, типа, я притягиваю дерьмо, зачем мне это? Я вот шел один раз по улице и такой, блядь, какие крутые деревья, там солнце и вся фигня, и мне доставляло это такое пятисекундное удовольствие, что я, вот оно ушло, и я такой, блин, а я хочу еще такого типа ощущения. И я просто стал на все обращать внимание, то, что вообще происходит. 100%, так. И очень тяжело из этого выкарабкиваться. То есть, тебе кажется, что это тяжело взять и начать думать по-другому. Это так просто вот сейчас сказать, взять и начать думать по-другому. Но тяжело как будто сделать. К этому надо, мне кажется, просто приходить с полным спокойствием, как будто, ну, и говорить себе, ну, думать позитивно, мыслить правильно. Блин, плохая мысль залетает очень быстро и остается надолго. Именно так. А хорошие вещи просто пролетают, и ты даже не задумываешься об этом. Да, и таких сотни пролетело мимо, и ты их даже не запомнил. Да, и ты даже не понял, а задумываешься о ней, и ты такой, блядь, так я же уже думал об этом, как бы, а она где-то там уже. Уже где-то скролл, скролл, скролл. Водос, Водос, мейнг, 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 фанальные штуки, типа, да, быть преданным, типа, себе, своему партнеру, да, по жизни, сто процентов, это самая важная вещь. Ну, и этому я придерживаюсь, я предан, блядь, себе, нахуй. Это файл. Фарел Кай. Yeah. Знаешь, у меня бывают мысли, вообще, как я себя вижу через какой-то промежуток времени, и хочу у тебя спросить, какой Влад Кай через пять лет, вот, ближайшее будущее, пятилетку возьмем. Как ты себя видишь? Бро, я еще не задумывался, но я могу со стопроцентной уверенность сказать, что я буду делать музло, но уже думаю на английском, и радовать всех этим дерьмом. Я буду делать творчество, а мой арт внутри меня это арт. 30 числа, еще раз, я напоминаю, что будет концертик у Влада, куда вы можете все прийти, послушать, там же на сцене будем мы, 76, 76 клан. Хи. А через пять лет тебе будет уже 28. Да, уже можно и ребеночка, собственно, делать. Да. Ну, у меня будет ребенок и жена, наверное, уже появится, у нее животик на тот момент. будем жить скромно в домике, я бы вообще, типа, в деревне какой-нибудь пожил бы, да. Чисто студийка, ребеночек, жена, бассейн, все, что нужно. И трап, где-то оставленный, знаешь, там. А вообще, во сколько я реально бы хотел ребенка заиметь? Ну, мне кажется, где-то в этом возрасте, где-то 28, 29. Ближе к 30. Ну да. Хотя я сейчас вообще об этом не думаю, например. Ну, я тоже. Я, например, задумывался об этом только когда появится какое-то жилье, именно прям уверенное, желательно дом или большая квартира, чтобы уже все было в достатке. Водос, мы трогали на первом подкасте такой интересный вопрос по поводу того, что если бы ты бы себя встретил в детстве, что бы ты себе сказал? Бро, посмотри какой-то охуенный типа на меня. Просто иди покури этот косяк. Я не знаю, чувак, я бы просто себе кулачка бы дал. Люблю себя. То есть ты бы не направлял его на какой-то путь? Нет, я бы нихуя бы не знал. Ничего бы не сказал бы, там какие-то ошибки, чтобы не допускал. Нет. То есть пусть живет как живет. Можно тебе вопрос задать? Давай. А какой у тебя вот лично твой любимый мой трек? Я вот думаю, что Влад Кай знает, что такое любовь. Это же Демонс Инсайд как раз таки. Да. Демонс Инсайд. Да. Влад Кай знает, что такое любовь. Все демоны внутри, они хотят мою кровь. Сука. Сука. Подоз, как вообще написали, можно сказать, что это хит, плюс-минус Демонс Инсайд, как он вышел, получился? Сколько тебе лет было? Я позвал пару хоус там на хату снять этот клип, там флякс с каким-то узи, и у меня была пачка с хлопьями. С хлопьями. Это было стиль на тот момент вообще, очень свежо. Вдохновлялся я, кстати, на тот момент пипом очень сильно. То есть, там звучание его могло как-то прорезаться, возможно, услышал. Но при этом это был мой такой прям локальный хит. Да, и где и в школе меня все этим заебали. и вообще везде, ну, типа, ну, в плане угорали, то, что это такой хиточек. Лоукеи слушали, но в лицо говорили ха-ха. Я, кстати, удивлен то, что на Cold Heart ты указал микс от Reapered. То, что это все-таки вы сделали. Знаешь, почему я, я на самом деле это из-за того, что общество мне это навязало сказать, я это сказал. Ну, написал там. Потому что это действительно, я вдохновился Пэрисом и просто перепел этот трек. Ну, как я считаю, что я его, блядь, не то, что лучше, но это прям охуенно получилось. Типа, и не заслуженно меня так все хуесосили, то, что я забайтил, потому что сейчас типа с байтом вообще все этим занимаются, все большие артисты. Хернавотер и, блядь, Кайангел и все они, блядь, жестко вот просто батят треки. Типа, им сейчас нихуя там, это никто, никто им, ну, максимум на YouTube там выйдет. Разоблачение, где я буду говорить, что они спиздили, хотя все это и так понимают, блядь. Добавят просто феймы и все. Ну, в плане, вот опять же, меня жестко захуесосили, я просто не в то время это сделал, не в нужное время дропнул это дерьмо. Ну, и амакайву, да, типа, это было круто. Каких людей бы хотел увидеть на этом подкасте? Может быть, кого-то пригласишь к нам? Бро, Фарик, хочу, чтобы ты с ним победил тут. Да я тоже хочу, но он интервью дает раз в пять лет. И то своему одногруппнику. Вот недавно выходила в ЮХА, где он, это же его одногруппник сидел. Ну, кого бы я еще хотел? Я бы хотел увидеть у тебя Пашу техника здесь. У Пашка, Пашка мы увидим здесь в совсем другом формате. Я на это надеюсь. Доел. Я на это надеюсь. Очень хочу, но не буду его гасить про рехабы и про всю эту тему, потому что ну, надоело. Это такой персонаж охуенный, которого так можно раскрыть, а его приглашают на двухчасовой подкаст и гасят по поводу наркоты и про то, как он валялся там годами в рехабе. Ну, это же вообще жесть. Куда вообще, зачем? Ну, персонаж, он интересный, конечно. В хорошем плане. Обожаю Пашка. К сожалению, этот подкаст уже подходит к завершению. Со мной был Влад Кай. Просто обворожительный мальчик с холодным сердцем. Мы учли все ошибки с первого подкаста с Богданом. Теперь я веду себя поувереннее в кадре. Я надеюсь, что Влад не очень нервничал. Я надеюсь, вам понравился этот подкаст. Пишите свои комментарии по поводу Акаи, клавишницы и ставьте лайки, колокольчик, подписочку на канал и всем хорошего настроения. Всем пока. С вами был Хуэмай, подкаст «Кто ты?» С вами был Влад Кай. Спасибо всем. Спасибо, брат Мирон, что позвал. Приятно было слушать Владика. Я тебя тоже люблю, бро. Давай нашу фирменную. И...